Азан.кз представляет Истинжа – это протирание или промывание места выхода наджиса, или это удаление наджиса водой и другими вещами. Алиститобату – синоним слова истинжа. Алистиджмару – удаление наджиса камнями. Мужчина должен сделать истебра, пока не пропадут следы мочи и успокоиться его сердце согласно его обычаю. Или же ходьбой, или покашливанием, или лежанием, или любым другим способом. Здесь используют слово «яльзаму» – должен, обязан, который сильнее, чем если сказать «ваджиб», так как если это не будет выполнено, то умовение будет недействительным. Почему? Потому что будет выходить наджис. Истебра – это слово означает требование освобождения, избавления от чего-либо. Здесь же, в главе очищения, это слово означает требование чистоты и места выхода наджиса от следов мочи, то есть уверенность в том, что моча больше не будет выходить из органа. Следы мочи – это следы мочи, которые остаются на камне, на туалетной бумаге. Успокоиться его сердце, имеется в виду здесь мужчина, так как женщина не нуждается в этом. Женщина после того, как справит малую нужду, немного подождет, посидит и затем может совершать омовение. В спокойствии в том, что моча перестала выходить, достигаются разные способы, и поэтому автор привел некоторые из них. Согласно его обычаю, или же ходьбой, или покашливанием, или лежанием, или любым другим способом. Имеется в виду лежать на правом боку, или другими способами, как походить, или попрыгать, или выдавливать мочу из полового органа. И так далее, и тому подобное. И нельзя ему приступать к совершению омовения, пока он не успокоится в том, что выделение мочи прекратилось. Так как одним из условий действительности омовения является прекращение выделения, прекращение выхода мочи, выхода того, что нарушает омовение. Если во время совершения омовения будет капать моча, или будут выходить газы, то омовение будет считаться недействительным. Истинжа является сунной после наджеса, который выходит из двух путей, пока он не превысит границы места выхода, то есть полового органа или заднего прохода. Совершение истинжа в основе является сунной муаккада, то есть сильная бесспорная сунна для мужчин и для женщин. Так как посланник Аллаха, дабы совета Аллаха и приветствовать, постоянно совершал ее после наджеса, то есть имеющего форму, так как газы не являются наджесом, согласно более правильному мнению, и поэтому истинжа после выхода газов не нужно делать. Если же вы из-за границы, то есть место выхода наджеса, и будет размером с диргом, то становится ваджебом, обязательным удалять его водой. Диргом – это серебряная монета весом около 3 грамм. Его площадь – это размер углубления на раскрытой ладони. Касательно Казахстана, то размер диргома будет равен примерно 50-100 тенге. Если же будет размером больше диргома, то мыть водой становится обязательным фардом. В этом случае нужно обязательно смывать водой или какой-либо другой жидкостью. Обязательно фард смывать то, что на месте выхода наджеса во время совершения гусля, после осквернения, после меченых и нифаса. Даже если этого наджеса на месте выхода будет очень мало. Желательно совершать истинжа очищающими камнями и подобными вещами. Мыть водой желательно, но лучше всего объединить между камнями и водой. Вначале протирать камнями, а затем мыть водой. Также дозволено ограничиться или водой, или камнями. Очищение же места является сунной. Истинжа совершать нужно чистыми камнями и подобными вещами. То есть любой вещью, кроме камней. При условии, что конечно же эти вещи будут пригодны для очищения и не являются ценными и нужными. Мыть водой конечно же желательно, потому что камни уменьшают количество наджеса, а вода его полностью смывает. Исходя из этого, первое, лучше всего туалетная бумага плюс вода. Вначале протираем туалетной бумагой, затем моем водой. Второе, это использованы только воды. И третье, использованы только туалетной бумаги. Как вы поняли, первое, это лучше всего объединить между собой туалетную бумагу и воду. Количество камней является поощряемым действием, но не сунной, муаккада. Истинжа же желательно совершать тремя камнями, даже если очищение будет достигнуто меньшим количеством камней. Целью является очищение тела от наджеса. Поэтому главное очистить и не главное чем и каким количеством. Поэтому количество камней является мандубом, желательным, а не сильной сунной, муаккада. Способ совершения стенжа, камнями, то есть. Протирается первым камнем спереди назад, вторым камнем сзади вперед, третьим же камнем спереди назад, если его мошонка висит. Если же она не сильно висит, то начинает сзади вперед. Женщина же начинает спереди и проводит назад, опасаясь загрязнения полового органа все три раза. Затем вначале нужно помыть руку водой. И лишь потом протирать место водой внутренней стороной одного пальца. Или двух, или трех пальцев, если же в этом есть необходимость. Мужчина поднимает средний палец над остальными. Вначале стенжа. Затем безымянный палец. И не ограничиваются только одни пальцы. Женщина же поднимает вместе безымянные и средние пальцы, опасаясь получить наслаждение. И следует усердствовать в отечении до прекращения неприятного запаха. А также нужно расслабить ягодицы. Но только если совершающий стенжа не держит пост. После завершения стенжа водой следует вторично вымыть руку. А постящемуся нужно вытереть ягодицы, прежде чем встанет, если он постится. Для предостережения попадания воды внутрь тела. На этом мы заканчиваем с вами пятый урок о книге Нур-Лидоху на жателе Арвах. До скорых встреч. Ас-саляму алейкум, варахмату алейкум, варахмату алейкум, варахмату алейкум, дорогие братья и сестры.